Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость касается интересного письма Минфина, которое посвящено вопросу учета задолженности физического лица, которое впоследствии было признано банкротом. По сути дела, речь идет об изменении позиции Минфина. Собственно говоря, в письме от 15 июня Минфин об этом и указывает, что настоящее письмо от 15 июня изменяет позицию, которая изложена в письме от 23 мая. Здесь, правда, есть неопределенность в номере соответствующего письма, потому что мне, например, известно письмо от 23 мая с номером 31460, а Минфин указывает на другой номер. Либо здесь ошибка, либо было два письма, но, по сути дела, с одной и той же позиции. Вообще, письмо 31460, да, оно анализировалось на канале, вы можете это посмотреть, этот анализ, ну и ссылочка в видео будет. Общая позиция Минфина в письмах от 23 мая заключалась в том, что отсутствует в настоящее время возможность учета задолженности физического лица банкрота в качестве безнадежной. Вместе с тем, в письме от 15 июля, повторюсь, Минфин меняет свою позицию и указывает на то, что соответствующая задолженность, она может учитываться в качестве безнадежной. В принципе, позиция, новая позиция Минфина, она, конечно, выглядит более разумно, потому что уже при анализе письма 23 мая, например, я говорил о том, что соответствующая позиция невозможности учета от такой задолженности в качестве безнадежной выглядит странной, потому что действительно все обстоятельства указывают на то, что организация, плательщик налога на прибыль, не сможет каким-то образом взыскать соответствующую задолженность физического лица. Ну и, в общем, это такая несуразная позиция Минфина была очевидна и другим специалистам, и, в общем-то, Минфин, видимо, внял, соответственно, этой позиции. Таким образом, организации, которые столкнулись с такой проблемой, что их должник, физическое лицо, был признан банкротом, могут учитывать соответствующую позицию для правильного определения своих налоговых последствий. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.